Есть три вида отношений с Богом. Вот если вот девушке, которая мне задавала вопрос, которая в отчаянии, ей надо больше с природой контактировать, в этом как бы ключе с Богом иметь отношения. Вот, женщина на третьем ряду, людям служить больше, любить их, а не требовать от них, то у вас в отношениях с людьми всё хорошо. У вас два других спектра страдают. Это отношения с природой и с Богом. То есть отношений с природой нет, поэтому нет сил жить, вам нужно движение во свежем воздухе. Я сегодня бегал вдоль моря, потом купался в море там вашем. С одной стороны была огромная туча, она ещё не дошла до меня, дождя не было, она шла вот так ко мне, и солнце ещё светило. С одной стороны было синее небо, а с другой — белое, и море. Очень красиво, очень красиво. Я там бегаю, ещё там бегала одна женщина в возрасте, она бежала такая, старалась. Я видел, как она копила силы для жизни, она отношения строила свои с природой, и эти отношения дают ей возможность жить. Для того, чтобы жить, мы должны копить силы, учиться. И вам не хватает отношений с природой очень сильно. Ещё если дальше так немножко продлиться, у вас будет гормональный сбой, он уже начинается сейчас, и вы получите серьёзное заболевание. Застойте. Пожалуйста, немедленно начните уделять время по утрам для того, чтобы общаться с природой. Здесь прекрасное море, вот, можно бегать по свежему воздуху, много людей это делает, вам будет поддержка. Я никогда не видел, чтобы оно пустовало, всегда кто-то бегает вдоль моря. Я никогда не видел в других местах, чтобы так было. Все в основном там лежат кверху попами. А здесь, я смотрю, все бегают, разминаются, занимаются спортом. Разумная нация. Отлично. И также отношение с Богом. Вам нужна молитва. Нужна духовная жизнь. Без этого невозможно. Вы находитесь на пороге тяжёлого времени. У вас наступает тяжёлый период жизни астрологически. Вот. И вам надо к нему быть готовым. Вам надо молитва, чтобы побеждать эти тяжёлые периоды. Плюс нужно поправить своё здоровье. Веганское нет, не пойдёт. Веганское нет. Вегетарианское. Вам надо есть молочные продукты. Без них вы не выживете. Никаких веганских. Вегетарианское. И больше жирной пищи. У вас не хватает жиров в организме. Из-за этого у вас страдают функции крови сейчас. У вас не хватает крови, поэтому слабость головокружения. Вам нужна вегетарианская пища. Достаточно жиров в пище. Понимаете, есть разные питания, виды питания. Есть мясное питание, есть вегетарианское, есть веганское, есть фруктовое, есть праноеды вообще. Это всё зависит от уровня развития организма человека. То есть, если организм очень высоко развит, он имеет огромную силу внутреннюю, духовную, то тогда человек может своих лёгких углекислый газ превращать в питательные вещества, как это делают деревья. Человек может так жить. Или у него достаточно, очень сильный тоже духовный уровень, и он может из фруктов все питательные вещества извлекать. Это лёгкая очень пища, и кармически в фруктах нет насилия никакого. Там нет жизни, и поэтому нет насилия. Это просто питательные вещества, которые дерево даёт нам. В семенах, которые не проросли, тоже нет жизни, поэтому убийства никакого нет. Пища чистая, она поэтому лёгкая считается. Но такой пищей питаться может только сильный человек и быть здоровым. У вас нет такой силы в организме, чтобы питаться этой пищей. Вы не готовы. Энергетический уровень организма не позволяет питаться этой пищей. Ваш уровень — это питаться пищей, была богатой жирами, и в том числе животными. Именно это означает сливочное масло, и так далее. Я могу продолжить с ней связь с этой другом, не лёгкая связь. Это не друг, а муж. Между женщиной и мужчиной не бывает дружбы. Связывает Господь нитью незримый. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Нитью незримою — это Бог связывает людей. Не мы сами это делаем. Мы связаны. Не связан, завоем себя, а связаны. Выдержу, не выдержу — это вопрос веры в Бога и вопрос вашего здоровья, крепости. Вам надо любить Бога, учиться и быть на природе больше, трудиться своим телом. И, конечно, вы выдержите. Проблема в ваших отношениях только одна — отношения не могут начинаться без веры. Надо клятву давать. Если клятвы нет, тогда недоверие превращается в страдание. Между вами нет доверия просто. Вы говорите, это мой друг, означает, вы ему не доверяете. Вы придите ему, скажите, ты мой муж. Хочешь ты или нет, ты мой муж. Бог так решил. Он может сопротивляться, брыкаться, но никто не может идти против воли Бога. Ты не друг, а муж. Хочешь расписываться, не хочешь от твоей проблемы, но я тебя буду называть мужем теперь уже, а не другом. Потому что год, когда люди вместе живут, это уже значит муж. Конечно, а как же вы, неужели вы их бросите? Уменьшите. Пускай он больше работает. Больше зарядки, движения, молитва, меньше с больными и больше любить близкого человека. Быть верным ему и сказать, что я буду больше жить для тебя и тратить на тебя силы, а ты трать на меня. Я буду тебе служить, а ты зарабатывай денежку. Я тоже буду зарабатывать сколько могу, но в основном хочу тебе уделять внимание. Потому что ты у меня такой добрый, ласковый, а я этого что-то не замечаю. Все время сомневаюсь в тебе и поэтому ты тоже меня боишься. Надо ему так сказать, потому что это чистая правда.